Приветищи! Это Трэйл Мейкерс, и это означает, что сегодня мы будем с тобой сооружать и строить всякую всячину. На заднем плане ты видишь уже всякую всячину, точнее одну из всяких всячин. Это чудо-штука, называется... А как она называется правильно? Ну короче, в комментариях написали, попробуй сделать машинган. И я такой подумал, подумал, почесал свою репу, побегал на своих маленьких ножках, и короче вот что получилось. Сейчас мы залезем. Ну а пока мы лезем, с тебя лайкос и подписочка, если ты еще не подписан. Посередине у нас стоит вертолетный двигатель. Вот эта вот штука. Сверху и снизу у нас прикреплены танковые пушки. Теперь как это все работает? А следующим образом разгоняем наш вертолетный двигатель. Вот так. Можем, конечно же, в другую сторону, нам без разницы. Можно и еще быстрее, но боюсь, что наша четырех нога просто не устоит. Значит скорость давай сделаем, ну давай вот так вот. Четыре оборота в секунду сделаем, да? Посмотрим. Выстоим мы или нас перевернет к чертям. Ну-ка. Стоим, стоим на месте. Отлично, можно значит побольше еще поставить скорость. Рискнем здоровьцем нашего маленького подопечного. Пять и пять оборотов в секунду. Итак, делаем ставочки, когда мы нафиг рухнемся. Еще шустрее, отлично. Но мы уже начали шататься, смотри. Пошатываемся. У-у-у, черт, подери, все. Я что, самоубился, что ли? Сто ты, стой, 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 стой. Тихо, тихо, тихо. Не падаем, не падаем. Все хорошо. Четыре и пять оборотов в секунду. Это максималочка для нашего сооружения. Вот так вот. Ну что, давай проверим теперь. Все стоит на месте. И я предлагаю открыть огонь. Значит, остановим пушку. Стреляет он вот таким вот образом. Поочередно. Именно только с двумя пушками можно сделать поочередные выстрелы. Ну, как делает машинган, собственно. Если я поставлю больше, то получится просто хаос. Итак, разгоняем наш вертолетный двигатель. И открываем огонь. Вот так вот это все выглядит, и мы падаем. Черт, подери. Короче, когда ты разгоняешь двигатель вертолета и начинаешь стрелять, патроны летят нифига не в центр. Они летят куда угодно, но только не в центр. То есть ты видишь, какой разброс. А теперь давай попробуем поставить четыре пукалки. Все, четыре пукалки готовы. Разгоняем и смотрим, что получается. Ну, вот как-то так. В принципе, в принципе, это стука рабочая. Но вопрос в другом. Попадешь ли ты туда, куда тебе нужно. Мы выяснили с тобой, что машинган здесь можно сделать. Но он не слишком эффективен. Поэтому мы удаляем его. И пойдем уже займемся делом. А именно, поставим сейчас нашу новенькую подводную лодку. И будем собирать все обломки, которые есть у нас на воде. Ну, что хочу сказать. Я уже наплавался на этой подводной лодке. Я понял, как она работает. И, в принципе, уже готов создать свою модель подводной лодки. Уже вечер. Я чертовски измотан. Но я сделал, что хотел. Короче, пойдем покажу. Вот так вот выглядит моя миниатюрная подводная лодка. Она очень маневренная. Ты можешь заметить, что у нас всего два плавучих контроллера. И в этом весь кайф. Также, помимо плавучих контроллеров и двигателей, у нас есть ласты. И ты сейчас увидишь зачем. Давай мы нашу конструкцию подтащим к воде. Запрыгиваем в нее. И, в принципе, все можно гнать. Погнали! А теперь смотри. Мы немножечко контроллеры плавучести опускаем вот так вот вниз. До самого низа. Чтобы они нам не мешались. Здесь можем чуть-чуть приподнять, чтобы был баланс. Вот. Еще чуть-чуть. Все. Баланс. Баланс выставлен. А теперь смотри на ласты. Шпих! Мы теперь как настоящий водолазь. Можем вверх-вниз. Вверх-вниз. И все. И теперь вот так вот вправо. В-в-влево. Это, конечно, немножечко сложновато, чем вверх-вниз. Но, в принципе, мы теперь спокойно можем заплыть в расщелину, которую мы видели в прошлой серии. Пойдем попробуем это сделать. Вот она. Вот она, наша расщельна. И теперь, по идее, я должен туда заплыть. Это будет чертовски сложно, но вполне... Вполне возможно. Есть! Мы протиснулись. Это энергоблок. Включаем наш магнит. Давай, магнит. Подтягивай. Давай, давай, давай. Есть! Зацепили. Давай посмотрим, что у нас дальше есть. Если мы там проплывем. Ползем под нищу. А, я понял, почему мы ползем. Потому что мы подхватили обломок. А он же тяжеленный! Так-так-так, мы куда-то выплываем, смотри. Смотри, смотри, смотри. И там я вижу дрон, в который мы сейчас все это погрузим. Заезжаем на остров. Берем наш погрузчик. Погрузчик цепляет осколек. И все! Мы довезли энергоблок. Эй, космический корабль завершен на 63%. Ну что, поехали бороздить на новой подлодке подводные просторы. Разгоняемся. Въезжаем. И переключаемся. Так, что-то у меня все развалилось. Вот она моя подводная лодочка. Предлагаю на нее больше воткнуть двигателей. А то мы что-то как-то еле тащимся. Ты только посмотри, у нас теперь все в двигателях. О, мой гербл. Что за мощь? Ну, погнали. У-у-у-у, вот это мы гоним. Вот это мы мчим. Ёшки-матрешки. А такой подводной лодки каждый, наверное, мечтал. Это даже не батискаф, это, наверное, скоростной батискаф. О, поворачиваем налево. Черт, потеряй. С этими двигателями корабль стал тяжелее. Надо побольше поплывков намутить. Даем задний ход. Опа! И у нас отвалилась ласта. Кстати, посмотри, это же обломки нашего большого корабля. Капец. Смотри, чумагу. Когда у тебя есть задний ход и ласты, ты можешь сделать вот так. Виуу! Блин, прикольно. Вот это классная машина. Осталось забрать обломок. Это маленький понтон. Сейчас мы попробуем его все-таки подобрать. Ведь наша подводная лодка не совсем балансирует под водой. Она скорее разрезает подводное пространство. Ну, что-то зацепить не можешь, что ли? Есть! Зацепили! Смотри, здесь есть еще одна глубокая пещера. Интересно, куда она ведет. И что очень плохо, это то, что у меня нет фонарей. Хотя здесь, в принципе, светло. Здесь просто лежит монетка. О, капец. А хотя нет. Погоди, и это не монетка. Это обломок. Это обломок. Вращающийся сервопривод. Сервопривод мы доставили. Давай посмотрим, что это такое. Доступен чертеж. Тяжелый грузовик? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай соорудим его. Значит, вот это мы удаляем. Ставим вот это. Фига себе, вот это грузовик. И что он умеет? Обалдеть, какой он мощный. И очень большой. Это же для перевозки огромных кубов. Блинский. И, кажется, у нас есть один такой. Сейчас мы его попробуем погрузить в этот небольшой грузовичок. Так. Эй, переверните меня, пожалуйста. О, благодарю. Черт возьми. Капец, придет с пешочком. Утопил свой багги. Вижу пчелку. А где здесь квадратный блок? Вот он, вот он, вот он. Как раз-то сейчас на нем. И опробуем наш грузовик. Это штурвал, который мы в прошлой серии не могли вытащить. Значит, ставим наш грузовичок. Садимся в него. И давай попробуем погрузить вот эту здоровую бандурину. Итак. Надо вначале разобраться с управляем. Как она работает? Вот эта штука, это подъем. Ага. Это наш кран поднялся. Видишь, у него с левой стороны веса прикреплены. Это для того, чтобы он не согнулся, не перевернулся, не сломался. Теперь. Нужно это все дело повернуть. Как нам это повернуть? Опс, это не то. Подожди. Скорее всего, вот так. Да, точно. Вот для чего нам нужен сервопривод, в принципе. Для того, чтобы вот такие конструкции можно было поворачивать. Пиши в свои комментарии, что можно с этим сервоприводом построить. И самые интересные идеи я попробую реализовать. Значит, подъезжаем к нашему кубу потихонечку. Разворачиваем нашу башню сервоприводом. Куску металла этому. Чуть-чуть выдвигаем магнитик. Вот это-то-то слишком. Это очень слишком. Ладно, я думаю, так будет норм. Включаем магнит. Опускаем. Вот так вот. Есть, зацепили. Теперь поднимаем. Капец, какой он мощный, раз такую тяжесть поднимает. Поворачиваем сюда. Давай-давай-давай, комочек. Прям вот. Он должен туда упасть, но он что-то... По-моему, моя карета маловато для него. Ой-ой-ой, колбасит машину, колбасит. Вот, вот, ну стой. Вот так вот. Отпускаем магнит. И попробуем сейчас его зафиксировать. Вот таким вот образом. Теперь снова включаем магнит. Да чёрт побери. Ну, думаю, вот так вот он не должен выпасть. И, в принципе, всё. Можем ехать. О! Ну! Ну! Как тебе я могу сказать? Грузовик не выдержал этой массы. Хорошо, давай попробуем этим грузовиком стащить эту глыбу вниз. И посмотрим, сможем ли мы эту глыбу утащить подводной лодкой. Это, конечно, очень будет сейчас эпично. Что ж, давай решнём. Попытка не пытка, как говорится. Магнитим эту глыбу. Есть. Есть контакты. И тащим её в воду. Блинский. Сейчас будет просто крах. Давай вот сюда вот её затачим и посмотрим. О-о-о-о! Ха! Такое ощущение, что у меня молот, а не подводная лодка какая-то. Давай попробуем вперёд проплыть. О, это чертовски сложно. Ну, слушай, давай тогда поднище его тащить. Как-нибудь доковыляем. Оу-е! Штурвал разблокировал. Я немножечко пошаманил и наконструировал вот такую штуку со штурвалом. Короче, это боевой катер. Здесь у него фонари. Сверху у него, как полагается, капитанский мостик. Я же всё-таки типа капитан. Я здесь вообще единственный на этой планете капитан. Снизу у меня... Ну, как снизу? Короче, вот тут вот видишь. Вёсла, которые, собственно, помогают нам поворачивать. Внутри у нас маленькие вёсла. Итого у нас четыре весла с тобой. Снизу, как ты можешь видеть, очень-очень-очень много двигателей, которые позволяют нам разогнаться очень быстро. Предлагаю уже сесть. И посмотреть на его мощь. Итак, поворачиваем наш штурвал. Влево-вправо. Блин, как же это круто. Ты не сидишь в какой-то кабинке. А ты именно за штурвалом, ё-моё. Значит так. Поворачиваем. Давай-давай-давай, выруливай. Ну чё? Давай посмотрим, из-под воды как это выглядит. Врубаем все наши турбины. И наш катер мычит со скоростью почти 90 километров в час по водной глади. Поскольку мы подобрали большое количество энергоблоков, предлагаю тебе переконструировать наш реактивный квадрокоптер. Значит так. Берём наш коптер. И налепливаем на него двигателей. То есть наш коптер становится шустрее. И мощнее в два раза. Если ещё можно. И можно. Нет, больше нельзя. Короче, наконец-то. Наш коптер приобрёл 8 реактивных двигателей. О да, вот это мощь. Ты посмотри, какую скорость мы развиваем. Мы уже под 100 летим. 100 километров в час. 200 километров в час. Всё, мы в принципе... Какая ракета? Полетели на коптере в космос. Я всё равно в скафандре, мне пофиг. Так что мычим в космос. Интересно, насколько высоко я смогу подняться. О! Это что, новая земля? Новая планета? Нет, это летающие островки. Мы почти поднялись до их уровня. Но мы летим выше. Мы летим в космос. К звёздам. Тем более уже ночь. Ух ты, какой огромный блок. Надо будет сюда потом залететь обязательно. Интересно, на какую высоту я могу подняться? Ух! Поднялись высоко-высоко! Здесь очень сильно задувает ветер. Всё, давай. Разворачиваем все вниз. Врубаем все наши турбины. И смотрим, какую максимальную скорость. 330-350 километров в час! Уху-ху! Ещё шустрее. Ещё шустрее. 400 километров в час! Вот это скорость! Ну всё, мы в свободном падении. Просто падаем вниз. Мы очень высоко взлетели. Это капец. До космоса мы, конечно, не добрались. И я думаю, что мы навряд ли туда попадём без космического корабля. Падаем, падаем, падаем. Мы с тобой падаем. У-у-у. Я выпрыгиваю. Ю-у-у! Я ещё пожить хочу. Чпыньк. Да ладно, я самоубился. Я ж в воду упал. Ну вот. Ладно. Полетели на те островки. Соберём там эти обломки. Аварийная посадочка у нас свершилась. Но мы всё-таки приземлились. Мы находимся сейчас с тобой на летающем острове. Ты посмотри на это небо. Сколько звёзд! Обалдеть, да? Красота какая. Наша сейчас с тобой задача. Это спустить блоки, которые мы можем спустить. Значит, тут у нас энергоблок. Ух, какой громенный. Вот это блок. Что это? Кабина космического корабля? Вот ты где находишься. Неинтересный. И чем же тебя доставать? Ну-ка, погоди. Давай посмотрим. Сможет ли наш погрузчик при помощи магнита зацепить эту здоровую бандурину? Ну-ка. Эй, детка, цепляйся. Куда ты покатилась? Стой. Ах, смотри. Вот это поворот. Эта глыба огромная, наоборот, меня тащит. Вот так вот я цепляюсь. И всё. И покатился вместе с этой глыбой. У-у-у. Вот это веселуха. Так, ясно. Фиг с ней с этой глыбой. Короче, я понял. Нам сюда очень рано ещё. Здесь в основном запчасти для космического корабля. Поэтому мы спускаемся снова на сушу. Давай отсюда прыгнем. Жу. У-у-у, как круто. У нас, в принципе, ещё и на земле фигово тучи дел. О, кстати, смотри. Я падаю прям в точку, где мы должны построить космический корабль. Обалдеть. К следующей серии я предлагаю полететь уже в вулкан. И вытащить оттуда самый мощный реактивный двигатель, который только есть на этой планете. И вообще есть в моём распоряжении. И посмотреть, на что же он способен. Ну, а на сегодня это всё. Тебе спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайкос, оставлять комментоз. И подписываться, если ты ещё не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео.